Значит, это стихотворение старенько, но я его вот со сцены, по-моему, и не читала. Во мне при боем стучит дербент, В метро лысеющий музыкант, И подбирает его талант К тоске моей аккомпанемент. Тоска, конечно, не полный мрак, Помилуй Боже, от худших бед, Но ты же меня не любишь, дурак, Хотя таких, как я, больше нет. Написано весной, насколько я могу помнить, да. Убежать в Антарктиду Коротким путем, Что на старенькой карте Прочерчен ногтем, Повторять про себя Все путем, все путем, И подернется сердце ментолом. У пингвинов, наверное, Не спинки, а шелк, Лап холодных касается Белый пушок, А тюлень там купается голым. Или я перепутала Вновь полюса, Научиться б сворачивать жизнь В полчаса, И молчание раскладывать На голоса. И неважно, где север, где юг, Убежать до беды, Заметая следы. Стал и воздух клотнуть У прибрежной воды, Надувая спасательный круг. И последнее, оно совершенно новое. Как сказал один из моих друзей, Что ты, наконец, что-нибудь новое написал, Кто-то должен умереть. Это была шутка. Но действительно, наверное, Последнее время к творчеству Подвигать сильные эмоции. И вот когда пришло сообщение из Канады, Что не стало Бориса Гордона Первого гостя нашего Азиа, Он был первым, кто приехал. То есть мы только образовались, И вот его принимали. Первый концерт до сих пор у нас хранится В архиве. И потом все это наложилось на то, Что в этот момент я бежала На станции Рижская, Где висит мемориальная доска В память о теракте, Который там произошел. И все это как-то смешалось у меня. Получился неожиданно белый стих. Я сроду не писала белых стихов, Но я точно знаю, что это не верлибор. Потому что Женя Март Все нам в свое время объяснил, что есть. Итак, такой вот довольно странный стишок, Который... Я подбегаю к автобусу, Когда двери уже закрыты. Водитель впускает меня. Я улыбаюсь водителю. Если автобус взорвется, Улыбка будет последним, Что сделала я на земле. Не самый плохой вариант. Называется вариант. Посвящается Борису Гамброву. Ну, на этой ноте... А, можно, пожалуйста... Да, пожалуйста, про весну. Ну, я понимаю, что ты часто его читала. Что ты его... В Сталинке, в смысле? Ну, которая... Весна, которая в бутылке. Любовь. А, любовь. А, любовь. Так, кто... А, это не про весну, это про лето. А я про весну. А? Про любовь, извини. Не так сказать. Это про лето, потому что это был летний дождь. Ну, будет как будто сейчас весна. Хорошо. Антон тогда подождет. Никого нет, кто слишком много его слышал, кроме вас? День был вроде такой, как всегда. Шел дождь, но менялись листва и вода. И то, что давно окружало нас, вдруг стало новей и милее для глаз. А с неба на город из тучи лови летели сплошные потоки любви. А город хмурился и молчал, как будто любви этой не замечал. И только бродяга один торопливо пустую бутылку достал из-под пива. И в этом сосуде для чувства странном пенилась, билась любовь фонтаном. А женщина, шедшая нам навстречу, любви подставила руки и плечи. И мне показалось, что женщина плачет. Но это струилась любовь. Не иначе. Любовь, в которой весь мир утонет, какой-то мальчик ловил в ладони. И я ладонь подставила тоже. Любви немного, хоть каплю. Боже, ведь в сущности ищем всегда только это. Торгуясь порою со всем белым светом, парясь и воюя. И в горечь и вслазь, пытаясь купить. Не купить так, украсть. Но чтобы любовь вот так, в подарок. А мир становился неистов и ярок. Любовь бушевала, покрыв мостовые, доказывая, что и она стихия. Это в стихах, и пестке, и амуре. Любовь, закипая, топила бордюры. И пусть строгий дядя, обутый в резину любви на пути, Возбегает плотину, а дворники, метла схвативши в руки, Любовь загоняют в темные люки. Но что ей запрет и преграды власти, Когда умеет сердца на части? И что ей решетки и эти стен, Когда в ней конец и начало вселенной? О, лейся веселым на нас потоком, Топи и твари, не считаясь со сроком, Плещи, подступая к душе и дому. Спасибо за то, что приходишь к любому, Не разбирая заслуг и платья, А значит, являешься благодатью. А также за то, что в эпохе любой Власть остается всегда за тобой. За то, что везде ты отыщешь дорогу, Тебя никогда не бывает много. Город штурмом бери и властвуй. Мы так тебя ждали, так ждали. Здравствуй! Спасибо большое. Я с большим удовольствием, радостью Приглашаю на сцену автор-исполнитель. Сильно, к сожалению.